Аграрии Беларуси с учётом Рапсона молотили более 7,5 миллионов тонн урожая. Из них свыше шести – зерновые и зернобобовые культуры. В общую копилку больше всего внесли Минская, Гродненская и Брестская области. Подходит к концу теребление льна, обработан на 99% площадей. На улице Кирова обновляют пешеходные дорожки. Работы завершатся 30 сентября. Общая площадь тротуарной плитки – 6400 квадратных метров. При этом, помимо стандартной, используется специальная тактильная, которая облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями. В Бобруйске продолжает функционировать школьный базар. На ярмарке представлен огромный выбор товаров для учащихся всех возрастов. Покупатели могут найти всё необходимое для школы. От формы и спортивной обуви до широкого ассортимента канцелярии на любой вкус и кошелёк. Место расположения – пешеходная зона улицы Социалистическая от Карла Маркса до Держинского. Работа продолжится по 1 сентября. Профилактические мероприятия «Фильтр и паутина» проводит госавтоинспекция в городе на Березине, а также в Бобруйском, Быховском, Кировском и Могилёвском районах области. Инициатива направлена на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП, выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права на управление. В Могилёвской области со 2 июля по 1 августа утонули 11 человек. В Бобруйске при купании в необорудованном месте реки Березины погиб несовершеннолетний. Прокуратура города постоянно проводит анализ состояния общественной безопасности у воды. 520 граждан привлечены к административной ответственности за плавание в запрещенных участках, 280 за распитие алкогольных напитков.